Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск разговора о медицине. Тема сегодняшней программы – эндоваскулярные методики в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. И у нас в студии сегодня врач, эндоваскулярный хирург Глушенко Леонид Витальевич. Здравствуйте, Леонид Витальевич! Добрый день, Павел Сергеевич! Леонид Витальевич, ну вот мой первый вопрос. Давайте прямо сразу начнем с того, что такое эндоваскулярная хирургия? Само понятие. Эндоваскулярная хирургия – достаточно новое направление в области медицины, поскольку первые самые шаги в данной области были сделаны только в 70-х годах прошлого века. Первым основоположником был Доттер, Грютих и Джаткинс – врачи, которые впервые через небольшой катетер, который они завели в области сосудов и сердца, контрастировали всю систему кровоснабжающего организма. После чего где-то в 73-м году впервые был сделан специальный баллончик, который с помощью высокого давления смог раскрыть атеросклеротические бляшки в ногах пациента. И таким образом началась эра транслюминальной ангиопластики и стентирования. То есть таких специальных инструментов, которые позволяют открыть сосуды у пациента. Ну, тогда, Леонид Витальевич, а какие методы именно эндоваскулярной хирургии применять? Вы уже так, в принципе, обрисовали картину, да? Но более так понятно, чтобы было. Какие методики, какие методы применяются именно в эндоваскулярной доступе? Эндоваскулярная хирургия, она, в общем-то, смотрит не только сосуды, но в том числе она помогает и пациентам, которым необходимо открыть желчные протоки. То есть вы сейчас показания уже говорите, да? Да, да, в общем-то, показания. В том числе и пациенту, у которых суженность анонсирована, пищевод, например, необходимо таким пациентам проводить баллонную эсофагопластику. В том числе это пациенты с миомами, с аденомами. Потому что наш метод позволяет, в общем-то, эмболизировать сосуды, которые питают те или иные органы или патологии. И уменьшать в последующем доступ, открытый доступ, который применяется к конкретному пациенту. Основным, конечно же, нашим методом является, как я ранее говорил, это исследование и лечение сосудов. Это, опять-таки, коронарные сосуды, сосуды сердца. Это сосуды церебральные, то есть головы. И также периферические артерии и вены. То есть это сосуды нижних конечностей, а также сосуды шеи, как вариант. Леонид Витальевич, давайте сразу скажем, немножко сбегая вперед, в чем преимущество все-таки вот такого доступа, да, вот именно внутрисосуды, да, и открытые операции. Все-таки есть же, да, отличие такое кардинальное. Поэтому какое-то преимущество есть, да? Да, конечно. Давайте возьмем в качестве примера шунтирование. Шунтирование сердца. Давайте. В данном случае пациенту необходимо идти на большую открытую операцию, когда необходимо скрывать грудную клетку, делать доступ к сердцу. То есть это достаточно травматичная операция. У нас же метод состоит из небольшого прокола в области лучевой артерии, то есть на руке, либо бедренной артерии на ноге. Этот прокол буквально достигает в размерах двух миллиметров. И через этот прокол под контролем рентгена мы доводим свои катетеры, то есть трубочки в области сердца, сосудов периферических, и контрастным веществом смотрим, в каком состоянии артерии. Видим, где, в общем-то, артерию сужается из атеросклеротического процесса, то есть за счет бляшек жировых, и туда ставим стенты, либо открываем это все дело специальными баллонами. — Леонид Витальевич, Вы на самом деле уже сказали, что действительно такой современный довольно-таки метод, и он постоянно совершенствуется. Тогда давайте скажем, сколько за этот период вообще сделано именно эндоваскулярных этих вмешательств, и именно в Ульяновской области? Может быть, какие-то современные методики тоже дополняют этот метод? — Да, каждый год на территории Российской Федерации делается более 500 тысяч таких вмешательств, и у нас в области, даже у нас в больнице, в Ульяновской областной клинической больнице, количество таких вмешательств превышает 1500 штук. То есть каждый день мы делаем по 10-15 человек с проблемами, как я говорил, с артериями сердца, ног, эмболизации, кому необходимо проводить, и активно наращиваем свой потенциал. То есть в областной больнице у нас есть две операционных, которые, считай, целые сутки работают. — То есть в круглосуточном режиме? — Круглосуточном, да, да. То есть мы дежурим. — Хотя операции, в принципе, плановые, да, они в основном? — Есть, и плановые, есть и экстренные, потому что экстренные пациенты к нам поступают, это прежде всего пациенты с инфарктом миокарда. — Каких больше, Леонид Витальевич? — Знаете, наверное, одинаково, потому что, да, все-таки экстренных пациентов у нас также немало. Постоянно, вот, каждый день привозят людей, которые немножко запустили свое здоровье, и необходимо проводить такое экстренное вмешательство для спасения жизни. — Я правильно понимаю, что все-таки вот такая тенденция должна быть все-таки больше к плановому направлению пациентов? — Конечно, конечно. Потому что многие, к сожалению, наши соотечественники, они запускают свое здоровье, не ходят на прием, на плановые, в общем-то, на плановые амбулаторные приемы, и приходят уже, когда, в общем-то... — Кардинально надо что-то менять. — Кардинально надо что-то менять, да, когда уже и сердце болит, и не в моготу, в общем-то, что-то делать. Надо все-таки пораньше приходить к докторам, чтобы как можно скорее исправлять положение дела. — Леонид Витальевич, ну все-таки давайте еще раз скажем о том, что вот, ну так четко прям, первое, второе, третье, четвертое, да? Какие все-таки показания? Потому что у нас и медики нас смотрят, да, и просто телезрители, чтобы, может, насторожиться, так немножко, да, какую-то такую настороженность иметь, да, и сразу же к пациентам такое отношение, да, вот, что они в дальнейшем могут прибегнуть к таким операциям. Давайте вот назовем эти группы все-таки вот, с какими заболеваниями чаще всего прибегают вот именно эндоваскулярным методикам. — Да, конечно. Давайте, во-первых, рассмотрим коронарную патологию, то есть это ишемия, в общем-то. — То есть ишемическая болезнь сердца? — Ишемическая болезнь сердца, все верно, нестабильность инакардию. То есть пациенты, у которых, во-первых, мы видим боли рецидивирующие, которые не купируются, да, но когда не купируются нитроглицерином, наверное, уже немножко поздновато идти. Лучше всего пораньше, да, 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 в общем-то, к нам приходить, плюс дополнительно смотреть на липопрофиль таких пациентов, плюс дополнительно проводить ультразвуковую диагностику эха сердца и наблюдать за сокращением, в общем-то, данной мышцы. И дополнительно, кроме этого, проводить, понятное дело, такой базис, как электрокардиография. — В динамике причем, да? — Да, конечно, в динамике. Это был бы самый оптимальный вариант в данном случае. — Илья Дмитриевич, а вот все-таки, ну вот самая основная такая группа, вы сказали, ишемическая болезнь сердца, да, это самая такая распространенная, с чем вот поступают на эндоваскулярные вмешательства. Какая-то подготовка специальная нужна именно вот к таким вмешательствам или как в обычном режиме, как обычные кардиологические пациенты? — Как обычные кардиологические пациенты. Единственное, что в день, в общем-то, вмешательства необходимо за 6 часов до вмешательства не кушать, понятное дело. Ну, это, в общем-то, касается всех оперативных вмешательств. Ну и, кроме этого, все-таки в день, когда произошло данное оперативное вмешательство, пить больше воды, потому что все-таки мы имеем дело с рентгеном, с контрастом, и необходимо где-то 2-3 литра воды без газа в этот день выпивать после уже вмешательства непосредственно. — Ну, вы уже заикнулись даже про первичное звено амбулаторное, да? То есть вот эта мушутизация, она четко отработана у нас, да, в Леонской области тоже? — Разумеется, да. У нас очень четко она отработана. — По приказам все? — По приказам, да. И все пациенты, в общем-то, которые поступают к нам как плановые, так и экстренные, они все, в общем-то, получают помощь от нашей рентгенно-эндоваскулярной службы. — А вот про то, что под рентгеновским этим все контролем, как говорится, делается, да? Ну, рентгенское облучение, оно все равно есть, да? То есть вот что делать для того, чтобы, ну, как бы, минимизировать какие-то риски, да? Хотя я понимаю, наверное, там вмешательство, оно не столь такое длительное идет, да? Наверное. Но все-таки, да? Вот как это делается, чтобы снизить этот риск? — Смотрите, ну, во-первых, рентгенно-эндоваскулярное вмешательство, если со стороны рентгена мы будем брать, оно в настоящий момент не опаснее съеденного банана. Может быть, вы слышали про термин «банановый эквивалент». То есть в банане есть калий-40, который, в общем-то, эквивалентен 0,02 милизиверта. Вот во время нашего вмешательства как раз-таки пациенты переносят дозу, те самые 0,02 милизиверта, который эквивалентен съеденным бананом. Поэтому, во-первых, тут не стоит пугаться то, что мы работаем под рентгеном. Понятное дело, что если там нету никаких эксцессов, и это плановое такое больное с достаточно доступным атеросклерозом, атеросклеротической бляшкой, то все будет сделано быстро достаточно, где-то за 10-20 минут. Если же, соответственно, данная вмешательства затянется, ну, у нас может данная вмешательства затянуться, например, до где-то 2-2 часов, но так или иначе, что касается бананов, это больше 2-3 съеденных бананов. Поэтому после операции, как я говорил, достаточно пить воды, соки, соответственно, апельсиновые, которые лучше вводят радикалы, и дополнительно можно, в общем-то, пить также молоко. А вот какие-то бывают такие особенные случаи, да, когда вот на самом деле вот какие-то, может быть, вам запомнились там из вашего опыта, да, вот такие интересные случаи, что действительно вот безэндоваскулярное вот это вмешательство, да, на самом деле, ну, то есть риск был такой, да, что на самом деле вот человека спасли. Или это относится к каждому практически случаю? Я думаю, к каждому экстренному случаю это относится, да, потому что все пациенты, которые к нам привозят уже с острым инфарктом миокарда, они, понятное дело, страдают, и, опять-таки, есть термин дверь-баллон, то есть от начала операции до, в общем-то, уже установленной стенты должно проходить не больше 90 минут, даже от момента приемного отделения, как только пациент поступает в приемное отделение и к нам на стол, и уже мы начинаем операцию, должно вот, не должно проходить больше, чем это время, потому что очень важно оказать такому пациенту как можно быстро помощь для того, чтобы восстановить просвет сосуда и поражение, которое у него в рамках этого инфаркта начинается, оно не стало глобальным для его жизни. Ну, кстати, Леонид Витальевич, вот очень часто у пациентов звучит такой вопрос, вот сделали операцию, да, стенты, поставили, установили стент, но насколько длительное его возможно использование, и что дальше, как говорится, вот какой жизнью человек может дальше жить, и вообще вот эти вот рекомендации давайте дадим тоже пациентам. Да, конечно, если такой пациент у нас поступает в плановом порядке, то после оперативного вмешательства он буквально выписывается через пару-тройку дней, то есть, опять-таки, как я ранее говорил, данная операция, она не калечащая, достаточно малоинвазивная, поэтому после установки такого устройства можно уже достаточно быстро прийти в себя и начать выполнять все те функции, которые были раньше присущи тому или иному человеку. Что касается инфаркта миокарда, в зависимости, опять-таки, от поражения, но в целом время на больничном листе составляет порядка трех месяцев, и, опять-таки, надо смотреть по тому поражению, которое произошло в рамках этого инфаркта, поскольку человек может в будущем, в том числе, получить инвалидность. Но это касается не нашей операции, а именно патологии, как инфаркт миокарды и поражения, которые происходят в это время. Также, что касается нашей операции, пациента, ну, не ощущают, в принципе, то, что у него находится... Ну, инородное тело. Инородное тело, да, по сути дела, да, это инородное тело в организме. Единственное, что стоит рекомендовать пациентам, у которых уже есть стенд, что они проходили магниториенциональную томографию с аппаратом не более трех тесл. Да, то есть, поскольку наши изделия сделаны из кобальт-хрома, а некоторые из никель-стана, либо других сплавов, то все-таки вот есть такое небольшое ограничение. Сколько лет служит стенд вообще-то? Я понимаю, что все индивидуально, конечно. Это все, конечно, да, с одной стороны. Зависит от реологии свойств, от реологии свойств крови, там, и самого организма, наверное, да, и самой патологии, да, тоже. От многих причин, ну, все-таки, вот в среднем. Да, и Павел Сергеевич, надо понимать о том, что все клинические исследования, которые уже проходили, они проходили, скажем так, со стендами предыдущих поколений. То есть, чем хороша вообще эндоваскулярная хирургия, то, что каждый год появляются новые методы лечения эндоваскулярные, новые виды расходных материалов, новые виды стендов. То есть, изначально, если мы брали наше изделие, толщина стенок составляла, например, 200 микронов или 150 микронов, то теперь толщина стенки составляет 60 микронов. То есть, толщина намного-намного стала меньше. И после, собственно, нашей операции мы рекомендуем людям пить трехкомпонентную терапию, которая связана с ржением крови для того, чтобы данные стенды не тромбировались. И пьют они в течение года. Это сделано для того, чтобы стенд наш покрылся интимой, то есть новой тканью. Стал он таким, скажем так, пряменьким для того, чтобы там ничего не налипало, грубо говоря. И потом необходимости в препаратах вообще полностью исчезают. И вот к тому, что новые изделия, поскольку они становятся более и более тонкими, то, соответственно, и время их, скажем так, зарастания тканей все становится и меньше, и меньше. А те исследования, которые были, например, со стендом 150 микрон, они становятся неактуальны для новых изделий, там, 60 микрон. Но в целом, среднюю все-таки, если мы возьмем с вами, то пятилетнее, скажем так, зарастание этих изделий, оно составляет там менее 12%. В общем-то, если мы сравним с, например, шунтированием, опять-таки, мы должны разделять, что при шунтировании патология, скорее всего, будет более, скажем так, серьезная, там будут больше количества закрытых артерий, больше протяженность этого стенота, плюс дополнительно, каким методом эти шунты, в общем-то, были подшиты. Но в целом, срок службы шунтов где-то 8-10 лет. Наших изделий ничуть не меньше. Вот недавно только был пациент, которому 15 лет назад поставили наши стенды, и до сих пор, в общем-то, он ничем не зарос, не закрылся, и хорошо себя человек чувствует. Я так понял, что отделение, вот в Ульяновской уластной клинической больнице, абсолютно, ну так скажем, предстоятельно, рентабельно, да, абсолютно все делается, это здорово, да. Скажи, пожалуйста, а есть какие-то взаимодействия с федеральным центром, насколько они вот актуальны, да, применяются ли у вас вот телемедицинские какие-то технологии, да, тоже, может быть, иногда бывает такая необходимость тоже прибегать? Да, конечно же, мы работаем и с федеральным центром в Пензе, соответственно, там особо сложных пациентов мы можем вместе с ними обсудить, направить им на консультацию. Ну, я так понял, что они уже у нас учатся, да, в какой-то степени? Да, разумеется, и они тоже к нам приезжают и смотрят, обмениваемся, в общем-то, опытом, да, потому что на самом деле, что наша рентгеновская служба, она, в общем-то, ничем не хуже, чем у других, не хуже, чем в Казани, в Пензе, в Москве, многие люди, пациенты также ранее, например, проводили предыдущую операцию в Москве, а сюда к нам на вторую, там, третью приезжали и ничем, в общем-то, не были не разочарованы, а стенты служат так же долго, как и в других центрах, которые мы установили, поэтому здесь Ульяновская областная больница и, в общем-то, другие центры, которые есть в Ульяновской области, они наравне с федеральными центрами, которые есть по всей России. Ну, я знаю, что всегда к вам можно, да, то есть заполняется лист консультанта, да, направляется к вам, и пациент всегда будет проконсультирован, каждый индивидуальный подход, то есть, всегда будет оказана помощь. Конечно, конечно, так и есть. Леонид Витальевич, а вот после эндоваскулярного вмешательства, после самой операции, сколько наблюдается человек, да, у каких врачей? Вот давайте об этом тоже расскажем. В зависимости от патологии, потому что, опять-таки, если будем брать патологии, которые, наверное, сегодня больше всех говорили, это коронарные патологии, они смотрятся и наблюдаются дальше у кардиолога, понятное дело. По месту жительства, получается? По месту жительства, да. Ну, при консультациях тоже и ваших тоже, да? Да, да, так и есть. Если, соответственно, вмешательство было на артериях периферических, то есть, это либо коронарные, ой, извиняюсь, кротидные артерии, артерии шеи, либо же артерии бедренные, артерии другие нижние конечности, то они наблюдаются уже у хирурга по месту жительства, либо у сосудистого хирурга в областной больнице. В зависимости от того, опять-таки, какая была патология, степень закрытия той самой артерии, которую мы делали, и если там еще какие-то артерии остаются недостантированы, вот от этого зависит. Если, соответственно, мы делали операцию на миоме, это гинеколог по месту жительства, и все, что связано именно с локальной патологией, на которой проводилось вмешательство. Ну, вот сейчас очень большое значение уделяется реабилитации, реабилитационному периоду. Это при любом хроническом инъекционном заболевании, да, реабилитация очень важна, и этому уделяется большое значение. После эндоваскулярных вмешательств насколько важен реабилитационный период, как долго он продолжается, и вот кто этим занимается у нас? Особенность этого вмешательства – то, что ему не нужен долгий реабилитационный период. Если плановый пациент, через два дня он уже находится дома, и через неделю выходит уже на работу. Что касается инфаркта миокарда, то здесь, конечно, реабилитация такая же, как и у любого пациента с сердечно-сосудистой патологией. Здесь мы можем и направить наших пациентов на консультацию к врачам лечебной физкультуры, соответственно, к диетологам, потому что вы сами понимаете, все пациенты, которые, ну, чаще всего давайте, процентов 95, которые к нам поступают, это пациенты с неправильным образом жизни, которые, в общем-то, курят в большей степени, дополнительные – это пациенты, которые также немножко запустили себя в области питания, избыточный вес, масса тела, и с этими проблемами надо, понятное дело, бороться. Конечно. Виталий Витальевич, ну вот еще такой вопрос. Врач, который занимается эндоваскулярными вмешательствами, эндоваскулярной хирургии, он, получается, должен быть и хирургом, и рентгенологом, да? Получается, я хочу просто от вас услышать, почему именно вы выбрали вот эту, вами выбрана эта стезя, да? Почему именно это направление? И на самом деле это так вот, да? То есть рентгенолог и хирург? Ну, если на первый вопрос отвечать, то у меня, в общем-то, сертификат, как рентген-эндоваскулярного хирурга, так и рентгенолога, так и общего, в общем-то, хирурга. Это необходимо. Достаточно рентгена эндоваскулярного, но так просто мой жизненный путь сложился, что сначала, в общем-то, я встретил очень замечательного человека по имени Дмитрий Анатольевич Мелкий. Это мой самый первый научный руководитель, в общем-то, который мне показал особенности сначала сердечно-сосудистой хирургии открытой. Мы проработали достаточно много времени над различными видами исследований в области сердечно-сосудистой хирургии, как раз-таки изделия, которые помогают пациентам увеличить срок службы тех самых металлических изделий, которые есть сейчас. И, начиная с сердечно-сосудистой хирургией, я углубился уже непосредственно в рентген эндоваскулярный, потому что она, во-первых, сейчас наиболее инновационная, очень много изделий, как я и говорил, сейчас вводится, сейчас в рамках работы нашей, даже в Ульяновской областной клинической больнице, плюс сейчас начинают во всем мире доступны новые виды вмешательств, как робота, ассистированное вмешательство в эндоваскулярной хирургии, плюс дополнительно начинают, в общем-то, другие врачи вместе с нами работать над имплантацией клапанов. Эндоваскулярным методом лечения тоже сейчас не надо, в общем-то, в скором времени будет у всех пациентов имплантировать клапаны открытым методом, можно будет эндоваскулярным, опять-таки, через небольшой, скажем так, прокол в области артерии это все делать. И потихоньку, я думаю, данный вид хирургии, он будет все больше и больше захватывать смежных сфер по лечению пациентов. Леонид Витальевич, а какие бы Вы дали рекомендации пациентам именно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые либо перенесли эндоваскулярное вмешательство, либо это предстоит им впереди, но все-таки такие общие какие-то, чтобы действительно избежать каких-то таких сердечных катастроф. Какие рекомендации Ваши? Павел Сергеевич, я думаю, они достаточно банальные, потому что хоть они, в общем-то, и банальные, но никто их, в общем-то, до сих пор не слушает, потому что это, во-первых, изменение своего образа жизни, понятное дело, это, собственно, выбор специальной диеты под конкретного человека для того, чтобы избежать лишнего веса, для того, чтобы восстановить, в общем-то, свое питание. То есть не то, что прям строгое, но рационально такое. Рационально, конечно, конечно. Никто не собирается держать, в общем-то, на голоде людей. Понятное дело, что должно быть рациональное питание, плюс дополнительное к этому – это отказ от вредных привычек, прежде всего, курение. Это однозначно, потому что многие пациенты по второму, по третьему разу поступают от того, что они продолжают курить, и у них, в общем-то, в новых местах, новых местах коронарных, образуются новые бляшки, понятное дело. Поэтому, что мы вылечили, это замечательно, а то, что новые, в общем-то, образуются, там надо заново лечить. То есть это ведь можно бесконечно, но это тоже невозможно. Конечно, это тоже очень, в общем-то, неправильно со стороны. И, конечно же, это прохождение все-таки ежегодного амбулаторных исследований, диспансеризации, поскольку лучше всегда профилактировать, предотвратить, чем заново лечить. Тем более, сейчас это тоже достаточно модно, модные эти слова – чекапы, в общем-то, которые… Ну, уже даже пациенты наши знают об этом. Да, да, которые сейчас надо определенно, в общем-то, внедрять и смотреть за своим здоровьем каждый год. Поэтому, я думаю, это основное сейчас. Ну, вот, конечно, правильно совершенно, Леонид Витальевич, я тоже иногда думаю про курение, алкоголь, двигательная активность. То есть настолько это все важно, потому что человеку, когда объясняешь, причем, если человек курит, да, вот надо не просто там бросать курить, да, а говорить себе, что я не бросил курить, а я не курю. Просто, да, вот какое-то дело, сдать себе установку, да. Потом у нас же есть и помощь, и по отказу от курения, да, и пожалуйста. То есть вы можете даже к участковому терапевту обратиться, и у вас направят, и скажут, где это все делается, да, то есть и сам поможет. То есть в этом плане очень важно. Ну, я считаю, вот как раз те пороки, как говорится, да, побочные курения, алкоголь, это на самом деле самую-самую такую печальную статистику дают, да, нам? Конечно. Если хочется курить, надо всегда помнить о том, что в следующий раз вы можете уже до нас не доехать. Поэтому лучше все-таки бросать сразу, как только случилось какое-то событие. Заранее даже, а не когда случилось. Потому что когда случилось, это опять-таки достаточно поздное явление. Ну, и уже по традиции, Леонид Витальевич, какие-то такие добрые пожелания нашим телезрителям, и как от доктора, и как от врача-эндовоскулярного хирурга, то есть какие-то ваши рекомендации, общие такие советы? Да, хотелось бы еще раз повторить, что всем хочется, в общем-то, спасти жизнь, продлить ее, поскольку все-таки выбранный путь, он сделан для того, чтобы улучшить жизнь всех вокруг и всех, в общем-то, людей, которые живут рядом с нами. Поэтому еще раз хочется повторить о том, что отказ от курения, правильное питание – это не что-то такое эфемерное, к которому хочется стремиться, но всегда хочется начать завтра. А это надо было сделать уже вчера, и лучше всего сделать это прямо сейчас. Спасибо большое, Леонид Витальевич. Спасибо вам, Борисович. Ну что ж, вот такой интересный у нас разговор получился. Я всем желаю здоровья, всем желаю удачи, успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok